Добрый вечер! Как обычно в это время в пятницу на телеканале ТНТ Онега программа «Наш взгляд» и мы ее ведущие Александр Торкель и Денис Базанков. И сегодня в очередной раз я с радостью представляю гостя нашей студии. Итак, у нас в гостях Алексей Цикарев, активист республиканской молодежной организации Нори Карьева, что в переводе означает «Молодая Карелия». Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! И позвали мы вас не случайно, потому что сегодня Карелы и Вепсы отмечают святой, светлый праздник. Это день карельской вепской письменности. Вот расскажите нам поподробнее, что же это за письменность такая и вообще она где-то вот имеет приложение? Конечно, карельская письменность и вепская письменность, она хоть и молодая, ей не больше 20 лет, скажем, в конце 80-х создали алфавит на основе латинской графики. И с тех пор карельские писатели, карельские журналисты и вепские тоже имеют возможность писать на своем родном языке. Хотя, конечно, литература была и раньше, но она базировалась на финском языке, например. В 30-е годы были попытки создать письменность на основе кириллицы. Кстати говоря, то, что сейчас карельский язык базируется на латинской графике, это препятствует тому, что карельский язык не государственный у нас в Карелии. Это единственная республика у нас в стране, где нет второго государственного языка. Я пока на самом деле, честно скажу, не вижу в этом особой проблемы, потому что, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но на карельском, финском, вепском языках говорит не так много людей. То есть есть даже факультет прибалтийско-финской филологии, где изучают, но вот распространения нет. Самого языка, то есть не слышу я в повседневном общении, хотя раньше вспомнить там 80-е годы у нас вывески на финском языке были и так далее. В рембусе там бабушки иногда что-то там говорили. Но мне самое главное, лет 20 назад, до этого писатели и журналистики, пойду-ка я напишу что-нибудь на иностранном языке, на финском. Кстати, сколько у нас карелов, вепсов осталось в нашей национальной любимой республике Карелия? Ну вот по данным последней переписи, карелов осталось около 45 тысяч, это чуть более 7% от общего числа населения. А вепсов 0,5%, финнов ингер-маланских преимущественно чуть более 1%, то есть довольно мало. Довольно мало. Ну вроде как у нас и государство озабочено тем, что надо поддерживать малые народы, коренные и так далее. Ну это отдельная тема разговора, давайте перейдем непосредственно к теме нашей программы, мы обсуждаем новости, самые яркие события, которые произошли за последнюю неделю. Ну и первая она у нас из области политики. Все-таки наконец наши законодатели утвердили в Совет Федерации представители от нашей законодательной власти. Им стал вновь сенатор Владимир Александрович Федоров, с чем мы собственно его и поздравляем. Алексей, вы как, далеки от политики или постоянно следите за тем, что происходит в этой сфере? Следим постоянно и наша организация участвует, так скажем, волей-неволей приходится участвовать в политических делах, потому что языковая политика это тоже политика, или культурная политика тоже политика. И мы следим, конечно, за новостями в нашем теперь уже очень интересном законодательном собрании. И не скрою, что мы болели за другую кандидатуру и даже подписывали некое обращение, так скажем, письмо поддержки за другого кандидата. Но в принципе довольны, что и рады за победившего человека. Надеюсь, что он будет действительно служить на благо республики и села Курки-Йоки. Откуда он, собственно говоря, и выделился? Кстати, приходилось раньше как-то касаться по рабочим моментам с сенатором Федоровым? Нет, еще не приходилось. Но я думаю, что теперь будет. Точно, точно будут. Наш не прошел, значит, этого будем нагружать работой сенатора. Ну, слава богу. А вообще заседание законодательного собрания, которое вчера состоялось, где и утверждали Федорова, помимо этого, вопросы были еще и многие другие. Глава республики у нас отчитывался. И поправки в конституцию так и не внесли, которые хотели. Долго можно об этом говорить. Отдельная тема, я думаю. Оставим это пока в покое и перейдем к другим новостям. На землю родную Петрозаводскую. На землю в Петрозаводскую. В Петрозаводске начали отлавливать таксистов, которые работают без лицензии. На прошлой неделе, вернее, на этой неделе уже 5 автомобилей изъяли, поставили на штрафстоянку. Вы вообще как, согласны с теми методами, что ужесточение законодательства в плане перевозок и так далее? Особенно по такси 13 апреля вступили в силу изменения в правила дорожного движения? Лично я согласен, поскольку тоже пользуюсь услугами таксистов и часто очень недоволен качеством обслуживания. Все-таки у нас регион такой более европейский, и Финляндия не так далеко, и люди ездят в другие страны, видят, как там такси работают. Поэтому, конечно, было бы лучше, если бы все соблюдали правила. Если правила написаны, то они должны соблюдаться. Закон сурок, но это закон, да. Алексей, а вам доводилось уже как-то сталкиваться с таксометрами, которые уже должны по закону быть установлены во всех легальных автомобилях такси? Нет, в нашей стране нет. Ни разу. Я сталкивался, ехал в машине в такси, там вот этот таксометр, маленький такой приборчик был. Я спрашиваю, ну так что, работает таксист такой? А, как ездили, так и ездим по старым таксам, а это для проверок. Ну, вот так законы у нас и соблюдают. Ну, ладно, пусть это на совести будет владельцев такси и так далее. Следующая новость у нас, ну, тоже криминального, не криминального, общественный резонанс, можно сказать. Да, да, весьма. Верховный суд оправдал мужчину, который отсидел 7 лет. Незаконно получается. То есть, его привлекли за кражу чужого имущества с отягчающими обстоятельствами. То есть, он 7 лет сидел, потом все-таки решил свои права восстановить. Большой вопрос, о чем он до этого делал и когда было следствие. Но самое интересное, что установили в ходе проверки. Мужчина-то, когда сама кража была и не было здесь. В Карелии отсутствовало. Вот вы как к таким несправедливым первым решением относитесь? Все-таки здорово, что справедливость восторжествовала в конечном итоге. И возможно, что все 7 лет этот человек изучал законодательство, читал какие-то умные книжки для того, чтобы отставить свою позицию. И это еще раз. Такие факты говорят о том, что все-таки в нашей стране, наверное, рано вводить смертную казнь. Вновь возвращать ее. Потому что вероятность неправосудных решений, она сохраняет. Есть такая система, называется, судебная ошибка. Вот, чтобы избежать, конечно. Ну это обалдеть. Но теперь государство по логике должно компенсировать. А вот как, кстати? А вот как это отдельная процедура, это потом целую лекцию можно прочитать. Как и примеров-то, кстати, очень не так много. Ну ладно, мы к другим новостям. Давайте к более позитивным перейдем. Как вам такой заголовок? В пенсионном фонде выставили яйца на показ. Да, должно журналисту, который заголовок придумал. Но у нас как? Главное, чтобы зацепило. Мухи съели пограничника, как Задорнов говорил. Ну а речь тут идет, конечно же, о пасхальных празднествах. В пенсионном фонде решили вот таким образом отметить Пасху. Устроили выставку. Да, вот различных композиций с пасхальными яйцами. Дело все в том, что у нас иногда выставки проходят художников в законодательном собрании. Ну, видимо, переняли как мода. А чем мы хуже? Ну, яйца выставим. Возможно, что сотрудникам пенсионного фонда не досуг сходить в картинную галерею, допустим. И тогда выставку легче всего организовать в их собственных помещениях. Пойдемте в пенсионный фонд. А что, на яйца посмотрим. Так, следующее. Ну, что там? Следующая у нас новость. Кижи, да? Что, Александр, у нас с кижами? Что можно по поводу Кижи сказать? В 2014 году этот памятник будет отмечать 300-летие. А Преображенская церковь, она в бедственном состоянии, она в процессе реставрации. И недавно прошел конкурс на... Реставрацию, да? Подрядчик. Где должен был выявиться подрядчик, тоже все-таки будет заканчивать эти работы. И он признан несостоявшимся. Заявился всего один подрядчик. Что будет? Печальный факт. Мне тема Кижи довольно близка, поскольку я там работал на острове экскурсоводом довольно длительное время, в летний сезон. И приглашал туристов, очень многих туристов, финских и, так скажем, и российских, и многих других, посетить остров в 2014 году. И обещал им, что церковь будет отреставрирована. Нас так учили экскурсоводов, нам говорили, что все будет сделано. И поэтому мне очень печально, что люди, которые, возможно, уже многие из них пожилые, так скажем, и копят деньги, чтобы приехать на остров в 2014 году, и они не увидят сделанную работу. Ну вот отрадно, что все-таки в планах, и это федеральные планы тоже, да, до 2014 года потратить очень много денег из федерального бюджета на реставрацию, еще более того, построить автодорогу. Насчет автодороги, конечно. Два с лишним миллиарда рублей на эти деньги предполагается освоить. Вот пишут коллеги из интернета. Да, главное, чтобы, я думаю, эти деньги осваивали действительно и использовали по назначению. Ну, на мою память ведь и Сергей Леонидович еще, когда работал, скажем, он там тоже какие-то деньги выбил на строительство дороги, и вот, по сути дела, она должна бы уже работать, эта дорога, но ее, походу, пока еще нет. Видишь, суслика, нет, и я не вижу, а он есть. Ну вот, и с дорогами так же. Продолжение следует... На удивление. Изменение климата налицо, так скажем. Об атаке клещей предупреждают специалисты Института биологии КРЦ РАМ. РАМ. Да, 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 да. Длинное название. И они, в общем, прогнозируют, что они в конце апреля, в начале мая очень сильно активизируются. Да, бывают случаи, что уже и в это время года, там, какие-то заразы оживают, ползать начинают. Я не знаю, тут на самом деле раньше как-то обрабатывали леса или еще что-то. Сейчас тоже что-то обрабатывают, но не в том объеме. Специалисты подчеркивают, из-за недостатка бюджетных средств муниципалитеты перестали проводить профилактические обеззараживающие мероприятия на территории городских парков, скверов и улиц. Я надеюсь, городские власти обратят на это внимание, может быть и будет обработка еще, я думаю, не поздно, потому что, ну, относительно недавно ее проводили. А так, конечно же, пришел в парк культуры и отдыха, да, который у нас там у озера, еще и не дай бог там поймаешь живность себе какой-нибудь. Одно дело, когда ты в лесу поймал, а другое, когда в городе идя на работу. Но миграция клещей, она очень интересная, он же и с птичкой может прилететь из леса в город, так, на экскурсию. Ну ладно, не будем. Программу хочется все-таки на позитивной ноте. Специалисты МЧС нас обрадовали, они не прогнозируют опасных явлений на ближайшую неделю. Какая замечательная новость. Да, оптимистическая. А вы что, Алексей, прогнозируете? Или не прогнозируете? Не прогнозируете. Я прогнозирую, что все-таки весна, наверное, наступит на следующей неделе. И вот те решения, которые на этой неделе, эти новости хорошие и плохие, которые на этой неделе были, они, может быть, повлияют как-то в лучшую сторону на нашу жизнь. И таксисты будут более грамотными и исполнять закон, и, может быть, пенсионный фонд. Не только яйца выставит, да? Будет непосредственной работой заниматься. Ну что ж, спасибо большое за разговор, потому что программа-то наша подходит к концу. Провели эту программу мы, Денис Базанков и Александр Торкель. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова